Всплетение проспектов и улиц, бульваров, фонтанов и роз, высотки и храмы взметнулись среди тополей и берез. В 2023 году свой полувековой юбилей отмечает Ворошиловский район города Донецка – административный, торговый, научный и культурный центр шахтерской столицы. Его официальная история началась 12 апреля 1973 года, когда указом Президиума Верховного Совета УССР в городе Донецке за счет территории Калининского района был создан Ворошиловский район. Такое решение было вызвано тем, что Калининский район, будучи на протяжении многих лет центральным в городе, неуклонно разрастался по количественным показателям. Было принято решение разделить территорию района на две части – Ворошиловский и Калининский районы с границей по реке Кальмиус. На западе граница вновь созданного района включала стадион «Шахтер», парк культуры и отдыха имени Щербакова, второй и третий – городские пруды. В южной своей части он был ограничен мостом по Ленинскому проспекту. На севере граница проходила по проспекту Мира. Общая территория была сравнительно небольшой и составляла около 9,8 квадратных километров. Нужно отметить, что за полвека эти данные не изменились. Изменился лишь внешний облик района, который стал для жителей и гостей города излюбленным местом работы и отдыха. Вопрос с названием нового административного участка на карте Донецка решился не сразу. Сначала его хотели назвать центральным, без притязаний на какие-либо исторические параллели. Потом выбор пал на наименование «Московский», тем более, что Киевский район в составе города уже был. И было бы символично зарифмовать эти названия. Но в итоге власти избрали более традиционный способ. Они стали искать имя для нового района среди партийных деятелей прошлого. Сошлись на личности государственного и военного деятеля Климента Ворошилова. Тем более, что его биография была тесным образом связана с Донбассом, как фактом рождения, так и военной деятельностью в годы Гражданской войны. Однако, истоки истории Ворошиловского района следует искать еще и в дореволюционной Юзовке, когда его территория входила в северную часть поселка, так называемый Новый Свет, где на главной улице, названной на английский манер первой линией, располагались торговые заведения, банки, конторы, учебные заведения, гостиницы и трактиры. В память об этом периоде на территории Ворошиловского района остались интереснейшие исторические здания. Дом купца Горелика, дом Кроля, гостиница Великобритания, аптека Лачи, театр братьев Тудоровских, братская школа и так далее. Сейчас Ворошиловский район – это сердце главного города Донецкой Народной Республики, самая благоустроенная и оживленная его часть. В этом районе сосредоточены органы государственной власти, центральные офисы банков, предприятий, важные образовательные и культурные учреждения, места рекреации, объекты спортивной инфраструктуры. Промышленный комплекс Ворошиловского района составляют более 70 предприятий. Приоритетным направлением в развитии культуры в Ворошиловском районе города Донецка является сохранение и развитие культурного наследия. На территории района находится Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Марка Матвеевича Бравуна, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Анатолия Борисовича Соловьяненко, Донецкая государственная академическая филармония, а также Донецкий республиканский художественный музей, четыре республиканские библиотеки и Дом работников культуры города Донецка. В административных границах района функционируют семь организаций и учреждений высшего профессионального образования, среди которых особенный статус имеют Донецкий национальный университет, Донецкий национальный технический университет, а также Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Туган-Барановского. С Ворошиловским районом неразрывно связана память Дончан о событиях Великой Отечественной войны. В театральном сквере, неподалеку от здания театра оперы и балета, на котором в сентябре 1943 года было установлено победное красное знамя, символизирующее освобождение шахтерского края от немецко-фашистских захватчиков, расположено два памятника героям-освободителям Донбасса. Это бюст, установленный на могиле генерал-лейтенанта, члена военного совета Южного фронта Кузьмы Акимовича Гурова, а также боевой танк в честь командира 13-й отдельной танковой бригады полковника Франца Андреевича Грынкевича. Одной из самых ярких достопримечательностей района является парк кованых скульптур, который в равной степени восхищает как жителей города, так и его гостей. Также на территории Ворошиловского района расположено знаковое для каждого дончанина место – бульвар Пушкина. Зеленая артерия нашего города – место проведения мероприятий, разнообразных выставок и просто приятных прогулок с родными и близкими. Бульвар плавно переходит в Центральный парк культуры и отдыха имени Щербакова, где и детвора, и взрослые найдут себе занятие по душе. И все же, главное, благодаря чему живет Ворошиловский район сейчас, это бесконечная любовь к нему жителей города-героя Донецка, которые, вопреки сложным военным реалиям, продолжают работать и созидать, наполняя его улицы повседневным гомоном, звоном трамваев, дружеским смехом и детскими голосами. А значит, впереди новые юбилеи, новые достижения и яркие праздники.